Всем привет, с вами Дэн. Игра Chicken Gun, как и все другие игры, наполнена разными секретами, пасхалками или же вещами, которые знают только старейшие игроки. В этом ролике мы полностью пройдемся по истории игры, раскроем множество секретов и даже сюжет. И все это будет поделено на уровне айсберга. Первый, это верхушка, вещи про которые знают почти все. Затем идет середина, вещи которые знают опытные игроки. Дальше, нижний уровень, здесь уже вещи про которые знают только олды игры, которые играют еще с давних времен. Ну и последний уровень, секретный. Эту информацию знает очень мало людей, в основном это тоже олды. Над этим роликом я очень долго работал, поэтому перед началом попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Я очень хочу миллион подписчиков. Ну а теперь мы начинаем, погнали. Верхушка, плачущая курица. Этого персонажа знает огромное количество игроков. Плачущая курица это самый популярный миф в Chicken Gun, он заключается в том, что этого персонажа якобы можно призвать прямо в игре. И выглядит она и вправду страшно. К слову, плачущая курица даже мне помогла в развитии канала. Да и в основном, благодаря моим роликам, этот персонаж стал очень популярным. Способ призыва знает каждый и все пытались ее призвать. Хоть это и невозможно. Ставь лайк, если тоже пытался призвать плачущую курицу. Так вот, чтобы ее призвать, нам нужно заспавнить 6 мобов, после чего на доске написать Scary Chicken 666 и убить те самые 6 мобов, после чего на сервер должен зайти игрок с ником Scary Chicken. На самом деле этого в Chicken Gun нет. Также создатель этого мифа неизвестен на 100%. Самый первый ролик про плачущую курицу вышел почти 2 года назад и там сказано, что создатель мифа это Ник37К. Возможно это правда, никто не знает. Глазастый Джек. Персонаж является вторым мифом по популярности в Chicken Gun. И миф этот придуман мной. Появился на свет 9 апреля 2022 года в ролике про его же историю. Сразу же после выхода истории люди в конце узнали способ призыва и пытались его призвать так же, как и плачущую курицу. У Джека довольно большая история, посмотреть ее можете по подсказке выше. Чтобы призвать его, нужно постараться побольше. Для начала нам нужно взять зеркало, кинуть его на пол, потом ставим вот такие крутящиеся штуки по сторонам. Берем порталы и ставим их так же на каждую сторону. Ну и финальный штрих это любимый суп Джека. Кидаем его в середину и спустя время он должен появиться в этой ловушке. Откуда он по идее не должен выйти, если бы конечно сделали все правильно. Ну и само собой это тоже простой миф, который придуман ради забавы и интересных роликов. Собака и динозавр. Сложно назвать этих чуваков пасхалками, но все же про них тоже знает очень много людей. В предметах у нас есть вот такой вот старинный телевизор, в котором мы можем заметить танцующую собаку. Конечно же, если включить его. Ну и... и все. В этом нет ничего загадочного, просто забавная собака. С динозавром та же история, только в этот раз нам нужен вот такой телевизор. И если его включить, мы увидим гугл динозавра, который просто бежит. И все. Также в последнем обновлении на карте Мистер Таун, на крыше одного из домов, есть еще один телевизор с мемом про квас. Если подойти к нему близко, то вы услышите музыку. Санта. Санта появлялся в Чикенгане на новогодних обновлениях в 2019 и 2021 году. После чего без вести пропал на целых два года и вернулся в 2023 году. Первый раз он был во времена зеленого фона вон там. Второй раз он танцевал уже во всем привычном меню. Ну и последнее его появление было уже на доме того же меню в 2023 году. И по-моему это было в прошлом обновлении. Середина. Игорек. Игорьком почти все называют вот такого манекена, которого можно найти в предметах. Впервые его имя прозвучало в 2021 году в моем ролике «Пол это лава 3». Вот вам момент, когда впервые произнесли его имя. Это все из-за тебя. Это ты виноват! Нет, как бы. Знаешь, что я с тобой сделаю? Пошел нафиг! Зачем ты Игоря? Зачем ты Игоря трогаешь? Мне он вообще-то виноват. Игорь, Игорь, подожди! Чемплеера тропить? Стой, ладно, ладно. Игорь, Игорь, мы... Окей, пускай постоит еще. Да, Игорек стал мемом в комьюнити Чикенгана и теперь его все называют так. Но почему его назвали именно так? История долгая, но расскажу кратко. Когда-то очень давно в команде Катим был участник с именем Гойр18К. Он принимал участие в некоторых моих старых роликах. И по-настоящему зовут его Игорь. Ну и в честь его манекена назвали Игорьком. Вот и все. Бэтмобиль. Это машина, которую можно купить в магазине в любое время. Но так было не всегда. В январе 2022 года вышло обновление. В котором эта машина была секретной. И найти ее можно было только в режиме Элит Скват на темной карте Таун. Вот, кстати, моя первая реакция на него. Стоп. Так, стоп, стоп, стоп. Да ну! Серьезно? Это она... Так, стоп. Подождите. Это же та самая машина, про которую я говорил. Еще долгое время Бэтмобиль был секретным. Но в одном из будущих обновлений он стал обычной машиной. К тому же это самая быстрая машина в Чикенгане с использованием нитро. Текстура травы. На карте Лава долгое время находилась вот такая текстура травы. Кто-то думал, что это пасхалка, но на самом деле это обычная ошибка разработчика. Застывшие игроки. Это, по словам игроков, старый баг, в котором скин игрока просто зависает в рандомном положении. Без никнейма и вообще без ничего. Убить их нельзя, и даже я такое встречал прямо в ролике. Вот вам пару моментов из этого видоса. Откуда? Откуда он идет? Это что? Почему меня всегда так удивляет? А где твой никнейм? What the fuck? Чего? Нет, стоп. А где его? О, стоп. Тут точно такой же игрок, которого невозможно убить. Без никнейма и просто стоит в воздухе. Ну, хотя ладно, не в воздухе. Еще один нашелся. Капец. Что с вами? Как вы это делаете? Я такое вообще впервые вижу в Чикенгане. Бунт. Легендарное событие, по мнению многих игроков. Проще говоря, игроки начали бунтовать после ролика, в котором я объявил этот самый бунт. И все это было из-за того, что мы уже очень долго ждали обнову в Чикенган, но она никак не выходила. И вот, что происходило в то время на серверах. Как событие было очень интересно, но и были люди, которые после бунта хейтили меня. Но я считаю это интересным ивентом, и такого в Чикенгане еще никто не делал. Секретная машина. Была спрятана как пасхалка в меню в одном из обновлений. С помощью специальной программы я смог вблизи посмотреть на нее. После чего спустя более года появились похожие версии машины, которые тоже стали пасхалками. Но я думаю, вы про них знаете. Пропавшая свинья. Очень давно на карте Челла Хаус в загоне стояла вот такая свинка, которая пропала спустя время, и сейчас ее там нет. Почему-то игрокам она очень заполнилась, и они просили разработчика вернуть ее. Приватный сервер. У Чикенгана большая аудитория, и поэтому еще давно среди игроков начали появляться всеми нелюбимые читеры, которые мешали всем играть. Из-за этого мы до сих пор ждем хороший античит для Чикенгана, и полностью не поддерживаем и осуждаем читы. Если вы читер, то прошу вас немедленно удалить читы, ведь это разрушает нашу игру. В обновлении 3.2.0 разработчик добавил функцию, которая мешала читерам зайти в игру. Правда, спустя где-то месяц эту функцию все равно обошли, но из-за этого один из разработчиков читов решил сделать свой приватный сервер, в котором он впоследствии добавил много хайповых мобов и много чего интересного. Нижний уровень. Брат Джека. Его зовут Чикенхед, и первое его появление было в этом ролике. Персонаж получился вполне страшным и интересным настолько, что даже разработчику он понравился. И он его добавил как пасхалку на крыше заброшенного магазина на карте Миститаун. Удаленные мобы. Их можно назвать не только удаленными, но и секретными, ведь их нету ни на одной версии, кроме этой. И увидеть их можно только в этом ролике, который, к слову, самый популярный на моем канале. Вот вам момент с этими мобами. Вот это что за белый квадрат? Ё-моё, ты, это чё такое? Э, это скелет, чё за фигня? Ну и громила вот эта. Чё-то он не сильно большой. Chicken Gun Wiki. Существует такой сайт под названием Fandom, в котором фанаты разных игр пишут информацию про свою игру. И фанаты Чикенгана тоже не обошли это стороной и сделали небольшую статью про Чикенган. Даже про меня есть. Но один раз там нашли кое-что интересное. Про это я вам расскажу позже. Chicken Gun 2. Почему же игроки ждали Chicken Gun 2? Примерно два года назад мы, как всегда, ждали обнову. Но её, на удивление, не было довольно долгое время. А ведь тогда они выходили почти каждый месяц. Из-за этого все начали думать, что разработчик делает новую игру. Например, Chicken Gun 2. И все были в ожидании новой игры. Спустя время на канале разработчика Chalo Apps выходит вот такой ролик. И да, мы ждали Chicken Gun 2. Но вместо этого вышла совсем другая игра про... Медведя. Лапша. Не удивляйтесь, что все события были в старые времена Чикенгана, как и эта лапша. Когда-то давно она считалась самым неразрушаемым предметом в Чикенгане. А всё это было из-за того, что лапшу невозможно было сломать. В общем, здесь я немного неправильно объяснил. Сломать её, оказывается, до сих пор нельзя. Но раньше, когда ты её спавнил на карте, её уже никак нельзя было убрать. Даже вот этим вот крестиком. То есть ты её просто вставил и всё. Она стоит навсегда. Она была прозрачная. И стояла бы на твоей карте до того, как разработчик пофиксит этот баг. Война свиней и кур. Вы не заметили, что почти в каждом режиме Чикенгана есть две команды. Команда куриц и команда свиней. Между ними всегда происходят войны. Впервые свиньи появились в режиме захват флага в 2020 году. Чуть позже я вам расскажу интересную теорию, связанную с сюжетом. Толян. Толян является братом Игорька и почти никогда нигде не появлялся. Первое его появление было в этом ролике. Кстати, я тут понял, у Игоря брат появился. А тебя как звать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, сразу понял, это Толя. Секрет зомби-карты. В 2021 году вышло обновление, где добавили зомби-режим вместе с новой страшной картой. Это был разрушенный Челла Хаус, в котором, к слову, была первая серьезная пасхалка. А именно Селеноголовый. Также в следующем обновлении на той же карте появился Хаги-Ваги со своим лабиринтом. Но все же никто не знает секрет этой карты. Откуда там появились зомби и как в этом замешаны Селеноголовый и Хаги-Ваги. Первая графика. В самых первых версиях Чикенгана, в далеком 2019 году, графика игры отличалась от нынешней. Она была намного лучше и это заметно на карте Dust. К сожалению, с другими картами не получится сравнить. Ведь в первой версии было всего три карты. Удаленный трейлер. Много кто видел нынешний трейлер Чикенгана, который на самом деле ужасен. Даже я не так давно попытался сделать свой трейлер. Но мало кто знает, что когда-то был другой трейлер. На котором, кстати, было более 10 миллионов просмотров. Сейчас его нигде не найти, так что можете поверить на слово. Атомик Руин. Еще одна мрачная карта, которая, кстати, была добавлена не так давно. С которой можно придумать много разных теорий. Что же произошло тут на самом деле? Секретный. Бета-тест 2.0. В 2020 году я смог связаться с разработчиком Чикенгана. Я начинал подавать ему разные идеи. И это продолжалось до того, как дело дошло до 2.0. И разработчик сказал, что хотел бы сделать бета-тест, чтобы проверить некоторые баги. Да и вообще сделать тест обновления. И пригласил меня и еще несколько человек из старого Катим. Мы тестировали обновления, нам все нравилось. Мы офигевали от нового предмета видеокамеры. Так, ребят, срочное включение. Только что вышла бета, вторая версия беты. И смотрите, это работает. Теперь это работает на всех телефонах. Это, это я не знаю, как это описать. Это очень классно. Назовите мне хоть одну мобильную игру, где такое есть. Вы же представляете, сколько всего можно с этим сделать? Я впервые такое вижу вообще в игре. В общем, все было хорошо. Так прошло около двух обновлений, после чего разработчик резко оборвал с нами связь. И больше не отвечал нам нигде. Нам было очень обидно, мы не понимали причину игнора. И это продолжается по сей день. Чалу Эпс, ответь нам. Мы хотим помогать. Кстати, все наши уровни и монеты были получены именно с бета-теста. Казан. У вас, наверное, возник вопрос. Какой еще казан? Если честно, я сам не знаю. Я добавил его сюда и забыл, что это. Ладно, пропустим. Самая первая пасхалка. Это сложно назвать пасхалкой. Это, скорее всего, была обычная ошибка, баг, который допустил разработчик. Но эта вещь есть в Чикингане даже сейчас. На карте Прота 07 нужно выбраться за границу. И недалеко можно заметить вот такой странный предмет, который в игре с самого первого появления карты. И согласитесь, если бы это была просто ошибка, то разработчик бы сразу ее убрал. Но она здесь уже около четырех лет. Кто знает, что это может быть на самом деле. Теория восстания куриц. Существует теория о том, что до куриц по картам Чикингана ходили настоящие люди. Но что-то пошло не так. Давайте зачитаю эту историю, которую мне прислал подписчик. Все животные, которые есть в игре, восстали против людей. И теперь они сами правят миром. Но вопрос, как им удалось это сделать? Курицы поумнели и смогли вырваться из курятников. В первую очередь они убили своих хозяев. И потом начали крушить всех, вплоть до военных. Они украли оружие, благодаря которому их уже нельзя было остановить. Тогда ученые решили создать своих умных животных. Это были свиньи. У них тоже был хороший интеллект, который был равен интеллекту куриц. Благодаря оставшемуся оружию они сражались с курицами. Что можно видеть на многих режимах Чикингана. Но вдруг потерпели поражение. Курицы выпустили других животных и научили их воевать против людей. Такие как кролики, коровы, коты и так далее. И предложили свиньям объединиться. Свиньи согласились. После чего все люди были уничтожены с лица земли. Доказательства есть. К примеру, на карте Dust есть разрушенные машины, самолеты. Которые принадлежали как раз таки людям. Теория звучит интересно. А ты напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу. Самый первый миф. На том сайте, про который я уже говорил, Чикинган Вики, после моего поста в телеграм, люди встретили статью про самый первый миф из 2019 года. Но сразу же после нахождения, статья резко пропала. Ее там больше нету. Но скриншот я сохранил. И давайте же я его зачитаю. Эта история произошла в 2019 году, когда Чикинган только появился на свет. Маленький мальчик лет 6 узнал об этой игре. И тут же ее скачал. Ему захотелось создать свой сервер. Но мальчик еще не знал буквы. И ему пришлось использовать Т9. И у него получилось название 6-13. Мальчик решил выбрать карту Dungeons. Создав сервер, он первым делом начал строить свой домик. Спустя 10-15 минут к нему зашел на сервер игрок с ником. Я был у тебя дома с 6-13. Мальчик немного напрягся из-за этого ника. Но все равно стал заниматься своим делом. Затем вдали он увидел, как этот игрок идет к нему. После того, как он подошел к мальчику, этот игрок написал в чате фразу. Пожалуйста, открой мне дверь. Но не успел мальчик прочитать эту фразу, как вдруг его выкинуло с сервера. На следующее утро он пропал без вести. А в галерее его телефона была найдена иконка самой игры. А также это фото. Кстати, скин у этого странного игрока был обычного чикена, но с злыми глазами. Ну вот и все. Что думаете по поводу последнего мифа? Все, что думаете, можете написать в комментариях. Ну а теперь поздравляю всех с началом летних каникул. Я наконец-то вернулся. Будем топить только вперед. Как я уже говорил, над этим роликом я очень старался. И попрошу вас лайк и подписку. Но на этом видос подходит к концу. С вами был я, Дэн19К. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.